Приветствую вас, дорогие друзья! Подключайтесь, у нас сегодня мощный прямой эфир. Всех жду. И пока напишу тему нашего эфира. Нет, к сожалению, тему эфира я тоже не напишу, потому что комментарии у меня почему-то не работают. Жду, пока вы подключитесь. Приветствую. Приветствую тех, кто подключается. Что-то Инстаграм сегодня долго отправляет приглашение об эфире. Всех приветствую. Добрый вечер. Сейчас еще несколько секундочек. Подключатся еще участники марафона, и я представлюсь. Буду вам очень благодарна, дорогие девочки, если кто-то из вас напишет тему этого эфира, тема эфира «Карантин. Время. Возможности». Напишите, пожалуйста, эту тему, я ее закреплю. А с вами на связи Екатерина Кужель. Я клинический психолог, психосоматолог. То есть я работаю с самыми разными заболеваниями через психику. Член профессиональной психотерапевтической лиги. Не так давно получила премию «Лучший женский психолог» 2020 года. И сегодня мы с вами будем общаться на тему карантина, вашего состояния и поиска возможностей. Вот я вижу, Леночка подключается, подключилась точнее. Девочки, дайте мне обратную связь. Как вы себя чувствуете? Какое у вас сейчас состояние? Насколько вы сейчас в ресурсе? Напишите число от 0 до 10, где 10 в суперресурсное состояние. Я так понимаю, что только Елена, наверное, из моего аккаунта. Все остальные со мной не знакомы, правильно? Дайте обратную связь, не стесняйтесь. Настроение отличное, супер, хорошее точнее. Ага, ресурсность на восьмерку. Елена, ресурсность на десяточку. Хорошо, замечательно. Троечка. Тоже хорошо, когда честно. Честно говорить о своем состоянии – это очень важно. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь тему эфира, чтобы я ее закрепила. Тема эфира – карантин, время возможностей. На самом деле это так и есть. Это время возможностей. И сейчас это время нужно использовать по максимуму. Но прежде чем мы перейдем к теме, которую сейчас закрепим, я на это очень надеюсь, напишите мне, пожалуйста, с какими вы сейчас сталкиваетесь трудностями и сложностями. во время карантина и во время того, что мы ограничены в наших передвижениях. С какими сложностями вы сталкиваетесь? Я очень хочу вам дать максимально полезный контент. Я люблю давать людям то, что им нужно, чтобы сразу после эфира вы встали и смогли… встали с дивана или со стула и смогли как-то повлиять на свою жизнь. Всех, кто подключается, я приветствую. Жду от вас обратную связь. С какими сложностями, трудностями вы сейчас сталкиваетесь? Во время карантина, во время невозможности куда-то передвигаться. Всех приветствую, те, кто подключается. Ага, девяточка. Хорошо, супер. Девяточка – это прям такое суперресурсное состояние. Это круто. Пишите в комментариях, с какими трудностями вы сталкиваетесь сейчас в карантин. В чём вам нужна моя помощь как психолога? Потому что хоть карантин и время возможностей, но когда у нас есть какие-то внутри наши, в нашей психике какие-то проблемы, то не решив эти проблемы, очень сложно увидеть какие-то возможности. Поэтому я прямо сейчас во время эфира хочу вам помочь в решении каких-то ваших проблем для того, чтобы мы начали видеть возможности. Да, всех приветствую, те, кто подключается. Девочки, не стесняемся, пишем комментарии, задаём вопросы. Прямо сейчас у вас есть возможность получить от меня практически консультацию. Это уникальная возможность прямо сейчас задать свои вопросы и получить информацию, которая поможет сразу же изменить вашу жизнь. Итак, пока вы пишете свои вопросы, субтитры создавал DimaTorzok Зависла сейчас. Надеюсь, что всё нормально. Надеюсь, вы меня хорошо видите. Вот, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Кто сейчас занимается прокачкой своих отношений с близкими, у кого возникают сложности на эту тему, у кого возникают какие-то сложности с вашими близкими людьми, членами вашей семьи. Напишите в комментариях, какие сложности в общении возникают. На самом деле с близкими людьми мы в реальности проводим очень мало времени. Сейчас есть возможность не только пообщаться с ними, но и в целом узнать своих близких людей и сделать так, чтобы они узнали вас. И сейчас можно как раз-таки настроить такую коммуникацию, когда вы честно, искренне говорите, что вы хотите, как вы хотите, и ваши близкие люди также учатся с вами быть максимально честными, максимально искренними. Это первый момент, которому я очень рекомендую уделить внимание, время и прям бросить на это много ресурсов, много сил. Второй момент, который перед нами, перед всеми открылся, это возможность позаниматься собой любимой. Для нас, для девочек это мега важно, когда мы можем теперь уже найти время для себя, для того, чтобы ухаживать за своим телом, для того, чтобы прокачивать свое тело. Кто-то хотел сесть на шпагат, кто-то хотел накачать попу, кто-то еще что-то хотел, кто-то хотел почистить кишечник, кто-то хотел постройнеть, кто-то хотел посидеть на каком-то разгрузочном дне и прочее. Сейчас есть время и есть на это возможность. Просто нужно ко всему этому коктейлю добавить немножко осознанности и силы воли. Но сейчас можно время реально посвятить себе, правильно распределив часы в течение дня. Скажите мне, дорогие, кто посвящает время себе, кто начал заниматься собой, своим телом? Дайте мне обратную связь в комментариях. И следующий момент, это, конечно же, это, конечно же, саморазвитие, это позволение себе заниматься своим хобби, либо позволение себе найти свое хобби, начать заниматься тем, чем вам нравится, либо начать пробовать заниматься чем-то новым. И здесь момент про то, что мы позволяем себе что-то желать и реализовывать наши желания. Я вам очень рекомендую посмотреть в сторону ваших желаний и честно себе признаться, что вы хотите, чем вы хотели бы заниматься и на что у вас долгое время не хватало времени и сил. Друзья, я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, тему эфира. Я вас просила, чтобы вы ее написали. У меня закрыты комментарии, я никак не могу написать, почему-то не работают комментарии, чтобы я могла тему эфира закрепить. Значит, сейчас у нас есть возможность как раз-таки заняться своим хобби, заняться своим саморазвитием, прочитать те книги, которые мы хотели прочитать, заняться каким-то творчеством, которое мы постоянно откладывали. Вот сейчас на это самое-самое время. Также дайте мне, пожалуйста, в комментариях обратную связь. Понимаете ли вы меня, о чем я говорю и что у вас сейчас происходит, на что вы сейчас тратите свое время. Жду ваши комментарии. Не засыпайте, я вас прошу. Не засыпайте, давайте обратную связь. Супер, живем на даче, сейчас открыли дачный сезон. На самом деле это круто. Повезло тем, у кого есть какая-то дача, загородный дом. Есть возможность, по сути, не менять свой обычный, привычный образ жизни, также гулять и проводить время на природе. Единственное, только работать немножко в другом формате. Это круто. Это круто, если так. Такая возможность есть. Сейчас очень, вот, супер, наконец-то написали, девочки, молодцы. Все, я прикрепила, супер. Еще очень, все нормально. Можете не изменяться. Добрые смайлики, это хорошо. Еще очень важно сейчас посмотреть в сторону новых профессий. Посмотреть в сторону новых профессий и подумать о том, как вы можете свою профессию расширить, возможно, что-то добавить в онлайн-формате в свою профессию, либо даже переквалифицироваться и приобрести для себя новую профессию. Для чего это нужно? Когда мы с вами приобретаем новые навыки, наша самооценка, наша уверенность в себе растет, и мы начинаем чувствовать себя более конкурентоспособными. И когда мы чувствуем себя более конкурентоспособными, мы уже начинаем понимать, что я и это умею, и это умею, и это умею, и смогу найти себе применение и в такой, и в такой, и в такой сфере. Поэтому я вам очень рекомендую подумать о дополнительной какой-то профессии, о каком-то обучении, о приобретении каких-то новых навыков и знаний для того, чтобы себя реализовать уже даже в онлайн-формате. Дорогие мои, скажите, пожалуйста, я вам задала вопрос, вы на меня так на него и не ответили, с какими трудностями вы сейчас сталкиваетесь на карантине, и какая информация вам больше всего сейчас нужна и важна, что бы вы хотели от меня услышать, получить, чтобы я вам дала эту полезняшку. Потому что, на самом деле, я для вас подготовила полезняшку, подготовила для вас один подарок, очень мощный и крутой, но о нем я расскажу в конце эфира. А сейчас я хочу вам дать полезный материал, который поможет уже сегодня, уже сегодня вечером что-то поменять в своей жизни. Так что пишите в комментариях, с какими сложностями вы сталкиваетесь, что у вас сейчас не получается, на что в вашей жизни, возможно, даже так повлиял карантин. Приветствую тех, кто подключается. Пугает неизвестность в будущем. Вот, наконец-то начали писать, начали писать то, что есть на самом деле. Смотрите, страх неизвестности, да, действительно, такой страх неизвестности, он существует. И вот эта неизвестность, она действительно может как-то пугать и в глобальном масштабе. Но здесь следующий момент, вы должны четко понимать, если у вас, у самой, внутри вас есть стабильность, стабильность и осознанное понимание того, как вы можете влиять на свою жизнь, то страх неизвестности, он не будет для вас опустошающим или каким-то забирающим вашу энергию. то есть здесь момент про то, что прямо сейчас я бы вам рекомендовала усилить себя во всех сферах жизни. Может быть, это звучит странно или как-то банально, но я уже очень много лет работаю над темой самооценки, над темой уверенности в себе, и поэтому я сто процентов знаю. внешние факторы могут на нас влиять, но если мы внутри обладаем крепким стержнем, у нас есть хороший фундамент, то внешние факторы остаются всего лишь внешними факторами, которые каким-то образом могут влиять на нас, но при этом вот этот внутренний стержень, он остаётся, он нас удерживает на этом ветру, на этом урагане. Поэтому спросите себя, что я могу сейчас сделать в своей жизни, чтобы стать более уверенной в себе. И прямо пропишите, что для вас уверенность в себе, в каком варианте, в каком случае вы будете чувствовать эту уверенность в себе. Например, когда у вас будет более, допустим, здоровье, будет лучше здоровье, вы будете более здоровой, это для вас будет галочкой в уверенность в себе, например. Или когда вы освоите новую профессию, или когда вы научитесь работать в онлайне, или примените те знания, которые есть, чтобы работать в онлайне, или когда у вас будет финансовая подушка, вы будете чувствовать себя увереннее, или когда вы, например, займётесь своим телом и постройнеете. То есть определите для себя действия, которые дадут вам уверенность в себе. По вашему мнению, не нужно слушать то, что я говорю, постарайтесь понять и осознать, что действительно именно вам хотелось бы сделать, чтобы ваша самооценка выросла. И дальше просто начните делать эти действия. Чем крепче ваша самооценка, тем легче вы можете стоять на всех ветрах и спокойно реагировать на любые события в мире, потому что у вас есть внутри определённый фундамент. И я всегда со своими клиентами работаю над темой самооценки и всегда говорю им такую вещь. Постоянно откладывайте на подушку финансовой безопасности, потому что таким образом вы будете психологически себя чувствовать намного увереннее и намного спокойнее. То есть заведите себе такое правило, что у вас должна быть подушка финансовой безопасности. Вот как раз-таки те мои клиентки, у которых была такая подушка безопасности, сейчас себя очень уверенно чувствуют, в карантине очень спокойно и просто осваивают новые профессии и начинают работать по новым профессиям. Поэтому примите решение, что у вас тоже будет финансовая подушка и вы начнёте просто её пополнять. Ну, может быть, не прямо сейчас создадите, но в ближайшее время. Поэтому если есть такой страх неизвестности, обязательно начните работать над своей самооценкой и взращивайте свою уверенность в себе. Это тут же отразится на вашем восприятии окружающих, каких-то влияющих на вас событий. Вам понятна рекомендация? Всё ли понятно? Дайте обратную связь. Вот девушка, которая написала, что пугает неизвестность. Напишите в комментариях, всё ли понятно. Я ответила. Трудности от соседей. Много шума от детей, которые топают, орут и бегают. Как в клетке, нервы сдают. А дети ваши бегают и орут? Или соседские дети? Это первый момент. Да, я понимаю, о чём речь. Трудности от соседей, потому что там сверху тоже иногда слышу соседа. Вот. Но здесь опять же такой момент, что можно создать для себя... Во-первых, можно наушники в какое-то время одевать дома, ну, чтобы не слышать каких-то лишних звуков. Можно носить беруши. Можно включать дома какую-то там тихую, красивую, релакс-музыку. То есть придумать, как можно на эту ситуацию повлиять. В том числе можно попробовать договориться с соседями, например, позвонить им или написать в соцсетях, или подняться к ним и договориться по поводу какой-то там музыки, допустим. Если это соседские дети, вряд ли получится их угомонить, потому что это дети, они хотят гулять. Вот. А хотя бы по поводу какой-то музыки и каких-то криков можно договориться, чтобы там после 9-10 вечера они не шумели. Здесь, скорее, знаете, мы оказались все в таких условиях, когда нам срочно нужно приобрести навыки коммуникации и умения договариваться. То есть здесь вам придется начать договариваться с соседями, со своими близкими и с самим собой. Вот. Но если, опять же, такой шумгам, я бы носила беруши. Я бы просто одевала беруши, меньше звуков попадала бы в уши и уже как-то получше. Ну, как вариант, мне кажется, это можно сделать. Либо одевала наушники и слушала там какие-нибудь вебинары, какие-нибудь интересные книги, какую-то очень такую расслабляющую, спокойную музыку. То есть учитесь придумывать выходы из этих ситуаций. Представляете, как сильно мы сейчас все вместе прокачиваемся, потому что мы никогда не были в этих дискомфортных условиях. И сейчас мы реально все оказались в очень дискомфортных условиях. И нам нужно научиться на это смотреть адекватно, чтобы не сходить с ума. Соседи снизу, родители на работе, дети дома. А, телевизор смотрю в берушах, не помогает, все слышно. Понятно. Ну да, здесь, может быть, стоит с этими родителями договориться, чтобы они сказали детям даже, что очень вы шумите, соседи ругаются. Нужно вести себя тише, потому что... Ну, то есть родители тоже должны, по сути, если они оставляют дома детей одних, дети одни, да, то они взрослые достаточно дети. Детям лет по 8-10. Значит, с ними уже можно договориться. А раз с ними можно, двери не открывают. Ну, понятно. Может быть, я, знаете, такие вопросы часто через управляющую компанию решаю. Ну, у нас такая управляющая компания, что я просто звоню в управляющую компанию, передаю какую-то информацию, просто говорю, соседи выше, и они сами смотрят, какая это квартира, и сами им это дело передают. Но, тем не менее, попробуйте найти плюсы в вашей ситуации, и попробуйте принять это и научиться даже не воспринимать. У меня был такой опыт, когда я училась медитировать рядом с ребёнком, который попискивает, постоянно чего-то просит и прочее. Ну, рядом со своей дочкой, в смысле. И, ну, ничего, я научилась таким образом медитировать и спокойно реагировать. Ну, то есть, в таких дискомфортных условиях, когда, по сути, ты не помедитируешь, я этому научилась. У меня просто не было другого варианта. Поэтому, если нет другого варианта, попробуйте увидеть в этом плюсы и научиться создавать для себя такую реальность, которая не будет вас раздражать. Просто где-то даже с каким-то принятием отправьте посылы любви, и благодарности этим детям, что они вас так прокачивают, и вы становитесь психологически более стабильной. Это, на самом деле, звучит странно, но, тем не менее, каждый из нас прямо сейчас, он мощно прокачивается, мы все очень сильно меняемся, потому что проживаем новые состояния, которые до этого нам были незнакомы. Если сейчас мы будем выходить на эмоции, на агрессию, пытаться как-то по этому поводу переживать, мы будем только терять энергию. Поэтому самое лучшее — это расслабиться и разрешить себе, ну, просто даже кайфовать от того, что у нас есть. Кайфовать от тех возможностей, которые перед нами открылись, нежданно-негаданно, и создавать новые для себя возможности. То есть реально просто брать и создавать для себя новые возможности, возможность быть встроенной, возможность поработать со своим телом, со своим мышлением, возможность освоить что-то новое, какую-то новую профессию, пообщаться с близкими людьми, то есть увидеть для себя огромное количество возможностей. Потому что я сделала именно так Я расписала все сферы своей жизни Я посмотрела, что я хочу в каждой сфере жизни И просто работаю с каждой сферой жизни Это невероятно круто И это невероятно интересно И наблюдать за своим прогрессом И понимать, как я сама прямо сейчас влияю на всё, что происходит в моей жизни Сделайте звукоизоляцию, не терпеть, какой здесь кайф Если шум и раздражение Ну, можно сделать звукоизоляцию Ну, опять же, есть такой момент, что Ну, не факт, что получится, да, сделать звукоизоляцию Это раз, потому что сейчас многие компании не работают И не факт, что вам сейчас её сделают, эту звукоизоляцию Но, смотрите, здесь принцип простой Если вы можете повлиять на это экологично То влияйте экологично Звукоизоляцию сделать – это экологичное влияние Но если вы не можете повлиять И звукоизоляцию по каким-то причинам вы не сможете сделать И другие способы влияния, они не будут в ваших силах Поговорить с управляющей компанией невозможно С соседями поговорить невозможно Они не открывают двери и прочее, прочее, прочее Ну, то есть нет никаких рычагов влияния То есть здесь придётся только принять и увидеть даже в этом кайф И увидеть в этом позитивный Потому что если вы не можете влиять и раздражаетесь от этого Вы теряете энергию Поэтому если вы не влияете, вы принимаете эту ситуацию И поверьте, больше, чем в 50% случаев ситуация изменится Она изменится просто потому, что вы начали вибрировать принятием Дети будут либо шуметь меньше, либо перестанут Либо вы перестанете слышать этот шум Потому что он будет для вас совсем незначительный То есть когда мы отправляем посыл принятия в мозг Мозг может сам отключить возможность слышать всё на 100% Все эти раздражающие звуки По сути вы можете просто договориться со своим мозгом Что я это принимаю, но пусть эти шумы до меня не доходят Представляете? Я это принимаю, но пусть эти шумы до меня не доходят И вы принимаете это и перестаёте это так сильно и неприятно слышать Можно даже договариваться со своим мозгом Почему нет? Я так часто делаю только на другие темы Вот, поэтому пробуйте То, на что можем влиять, всегда влияем экологично То, на что не можем влиять, учимся менять угол восприятия Ну или даже договариваться с нашей любимой головой Хорошо, девочки, что ещё вас сейчас раздражает, выводит из себя? Что ещё у вас сейчас забирает энергию? Я вам уже, в принципе, сказала касательно возможностей, которые перед нами сейчас у всех открыты Поэтому я вам, знаете, я очень искренне рекомендую не использовать это время Только на просмотр каких-то фильмов, сериалов и прочее Используйте это время максимально эффективно для того, чтобы вырос ваш профессиональный уровень Вырос ваш уровень дохода Выросла ваша осознанность На другой уровень отношений вы вышли с партнёром, либо с детками, либо ещё с кем-то То есть используйте это время не тупо на просмотр каких-то фильмов, а вот именно на усовершенствование себя Чтобы вы реально вышли на другой уровень осознанности и жизни Так, невозможность ездить в парке и места силы Да, я вас понимаю, к сожалению, это действительно печально Да вообще невозможно сейчас никуда выходить, не то что ездить в парке Но опять же, если ездите на места силы, наверное, вы молитесь, вы можете дома молиться И, ну, то есть здесь просто можете проделывать всё это дома И радоваться, что вы, в принципе, можете это делать И радоваться, что у вас есть дом Ну, то есть как бы не циклиться на этой невозможности Зато представьте, как будет круто, когда снимут карантин И все люди будут гулять и путешествовать и так далее Это будет очень круто И вот тогда мы начнём, мы уже сейчас, наверное, начали понимать Насколько это ценно, то, что мы имеем, те блага, которые мы имеем Ценно то, что мы можем погулять Ценно то, что мы можем побыть на природе Это великая ценность, мы раньше этого не ценили А теперь все люди резко начали это ценить Потому что находятся в лёгком заключении Много ем, это раздражает Недавно только проводила эфир по срывам в питании Вы заедаете, скорее всего, какие-то эмоции Либо вам не хватает положительных эмоций Либо заедаете негативные эмоции Перед тем, как положить что-то в рот Спросите себя, для чего я это делаю Я это делаю, потому что я хочу кушать, я голодна Или просто я это делаю, потому что у меня хандра Меня колбасит И я вот вообще вся такая недовольная И так далее То есть осознанно кладите пищу в свой рот Смотрите, что вы заедаете То есть учитесь не заедать, быть честной с собой Прям берёте лист бумаги и пишите всё, что вас не устраивает Всё, что вас тревожит, беспокоит Написали на листе бумаги, посмотрели, осознали, что еда тут ни при чём В этом вопросе явно не еда должна помочь, а изменить какое-то мышление, восприятие ситуации То есть учитесь, прежде чем кушать, думать, для чего вы это делаете Никак не похудею Лучше не худеть, а стройнеть Да, то есть Займитесь, знаете, вот самое, наверное, правильное Я, кстати, когда-то весила на 17 килограмм больше, чем сейчас Вот, и я тоже стройнела И мне кажется, самый лучший способ постройнеть Займитесь тем, от чего у вас будут гореть глаза Тогда у вас просто не будет времени что-то кушать Лишнего, лишнего, да То есть займитесь тем, от чего у вас прям будет вау-вау-вау Гореть глаза А сейчас самое время найти то, от чего у вас будут гореть глаза Просто ищите, наблюдайте Смотрите на разные виды деятельности И где у вас внутри откликнется Значит, это вам нравится Значит, там себя можно пробовать Так, да, не стоит терять время на сериалы Ну да, это так Спасибо большое Я так и делаю И стараюсь много помогать людям Супер, да, круто, круто Вот, ну и вы должны понимать, что Вообще сейчас самые уязвимые люди Уязвимые в плане болезней Уязвимые в плане, ну да, скорее болезни Это как раз те люди, которые Сейчас скажу, у которых, которые очень сильно зависят от общественного мнения Да, почему? Потому что они послушали телевизор Они послушали, почитали какие-то новости в Яндексе, в ленте И они уже попадают под чужое мнение И начинают раскручивать внутри себя панику, тревожность Вот от этой психической такой нестабильности То есть психика у них становится нестабильной Если они постоянно раскручивают эту панику, тревожность У них падает иммунитет Они становятся уязвимыми для разных заболеваний Они становятся более нервными, более раздражёнными И нервные, раздражённые люди, они, конечно же, более конфликтные Более уязвимые в коммуникации И коммуникация может рушиться на фоне вот этой тревожности и переживаний Поэтому обязательно, вот если вы подвержены общественному мнению Просто возьмите и ограничьте всё влияние СМИ или даже социума на вас Просто уберите всю информацию Вот честно скажу, я уже давно, больше недели Не получаю никакую информацию ни от кого Ну прям совсем чуть-чуть, может быть, от мамы Касательно коронавируса и прочего То есть я ничего такого не читаю Ну я, конечно, знаю, как меры профилактики, предосторожности Всё остальное, всю информацию убрала Потому что эта информация очень сильно раскачивает Раскачивает и забирает энергию Психологически раскачивает Получается такой маятник, качели И чувствуешь себя нестабильно Поэтому вот я вам рекомендую Если вы зависимы от общественного мнения У вас такое прослеживалось Уберите всё это из своей жизни Сейчас это вам не нужно Также уязвимы те люди, которые в принципе У которых есть тревожность Либо тревожность, либо переживательность Либо даже вообще расстройство Тревожное, да, расстройство Вот эти люди, они тоже очень уязвимы Они подвержены вот этим всем влияниям Переживаниям, страхам И таким людям, конечно, тоже нужно контролировать Своё состояние и контролировать информацию Которую они потребляют Также уязвимы сейчас в карантин Те, кто Те, точнее, у кого самооценка низкая Низкая самооценка, есть страх одиночества Почему? Потому что они тоже могут впасть в жертву Могут уйти в детскую позицию Вот они То есть вот эта низкая самооценка Влияет на их модели поведения Которое они сейчас выбирают Для общения с близкими людьми И даже просто с самим собой И вот эти модели поведения Они как раз там Модель поведения жертвы Модель поведения ребёнка Либо даже где-то мамочки Они тоже плохо влияют на внутреннее состояние И человек тоже становится более уязвимым И с точки зрения психологии И с точки зрения просто здоровья В плане здоровья Дорогие мои, всё ли вам понятно, что я говорю Уязвимы ещё сейчас в карантин кто? Те, у кого были панические атаки Какие-то фобии Какие-то страхи Вот у них Они тоже такие находятся в зоне риска Почему? Потому что у них ещё моменты вот эти не проработаны У них уже есть фобии, страхи и так далее И сейчас те события, которые происходят Они могут просто-напросто наслоиться И дать двойной негативный эффект Поэтому эти люди тоже находятся по сути в зоне риска И таким людям тоже нужно очень тщательно следить За поступающей информацией Максимально много давать себе осознанных положительных эмоций Вот И, ну то есть прям реально создавать для себя положительные эмоции Ну и, конечно, уметь себя наполнять Девчонки, напишите, и девчонки, и не только девчонки Напишите в комментариях, кто умеет себя наполнять Как вы себя наполняете ежедневно Как вы себя питаете Так, какие возможности вы видите от карантина Ну вот все возможности, которые я сказала В принципе, они все применимы ко мне Например, сейчас я очень много времени провожу со своим ребенком Для меня это суперкруто и суперклассно Сейчас я со мной живет К нам переехала временно жить моя сестра Это для меня возможность пообщаться с ней Потому что она бесконечно интересный человек для меня Плюс дополнительные возможности Это профессиональные То есть сейчас то время, когда я активно развиваюсь в профессиональной сфере Открываю новые направления в своей работе Там даже беру сотрудников новых И то есть очень-очень много и эффективно работаю И это тоже для меня возможности Потому что до карантина я работала медленнее Можно сказать, как черепаха Ну, хорошая такая черепаха, не старая Вот сейчас в карантин У меня что-то переключилось внутри Я начала очень быстро, очень эффективно работать И открывать новые направления в своей деятельности Для меня это реально огромная возможность Плюс обучение Уже в ближайшие дни пойду на новый вид обучения онлайн На суицидолога Да, суицидолога Да, всё правильно Вот, специалиста по суицидам Вот как раз на днях пойду Это новый вид обучения, который мне предложили Я решила не отказываться от этой возможности Плюс благодаря карантину я имею возможность читать книги Заниматься растяжкой В принципе, у меня и так все эти возможности были Но сейчас я поняла, что больше времени на это всё есть Плюс во время карантина я завела огромное количество новых знакомств И впереди меня ждёт ещё большее огромное количество новых знакомств Я каждый день знакомлюсь примерно с десятью новыми людьми в онлайн-пространстве И мы договариваемся о разных видах сотрудничества, взаимодействия И для меня это очень интересно, очень прям прогрессивно, круто Вот, ну это, наверное, основные такие возможности, которые я вижу В принципе, да, наверное, это основное Так, всё понятно, откликается всё, что вы говорите, супер Музыкой питаюсь, книгами природы, супер, супер А музыкой надо обязательно питаться, книгами тоже Я тоже тот человек, который любит хорошие книги по мышлению И я питаюсь книгами, я их прям очень медленно, вкусно читаю И получаю, я тот человек, который, знаете, я не просто читаю книгу Я всё, что я читаю, если я с этим согласна, мне это нравится Я это переношу в свою жизнь и практикую Я по своей натуре, я практик Вот, поэтому я научилась всё прочитанное делать своей реальностью Это мой такой вот принцип Секретный, так скажем, принцип Вот, поэтому, друзья, обязательно ищите какие-то для себя новые возможности Знаете, сейчас онлайн-пространство, оно настолько поменялось Я давно уже работаю в онлайн-пространстве Ну, оно не поменялось, оно насытилось очень интересными, новыми возможностями И много всего нового появилось И сейчас, в принципе, каждый может найти себе работу в онлайн-пространстве Каждый может себя реализовать Но, опять же, кто реально хочет и кто ищет И пробуйте обязательно, пробуйте И обязательно, ну, что-то делайте Потому что я сама на днях искала себе сотрудника И с трудом нашла Потом опять искала себе другого сотрудника И нашла уже легче Ну, то есть, я говорю к тому, что Можно найти для себя в онлайне работу И это может быть действительно для души Это может быть действительно интересно Поэтому пользуйтесь этими возможностями Ну, и вообще посмотрите по сторонам Подумайте Знаете, я своим клиентам давала такую технику Прям вот, чтобы человек подумал А то, что вот этот кризис, карантин произошёл Где, ну, почему он так сильно ударил по мне Ну, допустим, да, если он по вам ударил этот карантин и кризис Почему он так сильно ударил по мне В каких сферах жизни я была не прокачена И не подготовлена к этому карантину Прямо сядьте и подумайте Подумайте, какие сферы жизни у вас западают И нуждаются в том, чтобы над ними Прям вот хорошенько, качественно поработать И улучшить эти сферы жизни Подумайте об этом И у вас есть возможность Реально прокачать эти сферы жизни Пока вот мы все находимся на карантине Дайте мне обратную связь Если вы понимаете, о чём я говорю Понимаете, слышите Пока у нас осталось время У нас ещё есть время Я готова ответить на ваши вопросы И хочу вам сказать про подарочек Пока я не забыла Нужно быть подписанной просто на всех спикеров марафона На сам аккаунт марафона Ну, соответственно, конечно, на меня И нужно написать мне в директ Слово медитации Я вам в дар пришлю медитации Две мои авторские исцеляющие медитации Которые наполнят вас Дадут вам состояние ресурсности Состояние расслабления Вдохновения И, кстати, я вам задала вопрос Как можно наполняться Дайте мне обратную связь Как вы сейчас в карантине В четырёх стенах Сами себя наполняете Чтобы не быть опустошённой А как прокачать экономику страны Все компании принудительно закрывают А зачем вам прокачивать экономику страны Вы не сможете прокачать И я не смогу прокачать Вы не влияете на экономику страны И я не влияю на экономику страны Работайте только с тем На что вы влияете Занимайте свою голову Свои мысли только тем На что вы можете повлиять На экономику страны Вы не повлияете Огромное количество бизнесов Да, оно разрушилось И это про то, что Да, это плохо Получилось так действительно плохо Это проблема и так далее Но мы не влияем с вами на это Мы ничего не можем с этим поделать Поэтому зачем об этом думать Думайте о том На что вы влияете И не просто думайте А начинайте влиять Потому что мы пообщаемся с вами На эту тему Но ничего не изменится Мы не сможем поднять с вами Экономику страны Или эти предприятия Мы не сможем Это не в наших силах Но в ваших силах Например Повлиять на свою жизнь На жизнь своего ребёнка На жизнь своей семьи Допустим Своих близких Вот на это и влияйте Это про такой Знаете Осознанный подход к жизни Не нужно лезть туда Где ничего от нас не зависит Ну и опять же Я например Не смотрю такие вещи Не читаю То есть все вот эти вот моменты Это не про то, что Даже зарываться в песок А это про то, что Ну зачем Да То есть как бы Зачем в свою голову Вкладывать какие-то мысли Лишние И отдавать свою энергию На перемусоливание Этих мыслей То есть я осознанно Закладываю в свою голову Только те мысли Которые мне нужны Поэтому подумайте Просто о себе О своих детях О своей семье И примите решение Что вы будете делать Вот для этого круга Маленького людей Для того, чтобы Ваше качество жизни Было на достаточно Высоком уровне Чтобы вы ни в чем Не нуждались Ни в этот Ни в следующий Кризис и карантин То есть Учитесь Учитесь вот Думать именно Нет, почему Нет Это не про Это не про Пребывание в иллюзии Вы можете смотреть Телевизор Да Вы можете это все видеть Это все возможно Но влиять вы не можете Правильно Вы же влиять не можете Можете смотреть Если вы хотите Вы можете смотреть Телевизор Смотреть СМИ Но влиять вы не можете А раз вы влиять не можете То вопрос Для чего вы смотрите Для того, чтобы Перекрутить Внутри себя Негатив И что вы с ним Потом сделаете С этим негативом А вы ничего С ним не сделаете Негатив должен Найти выплеск Какой-то Ну например Поспорить с близкими На эту тему Экономики Либо расстроиться Да И самой Начать это переваривать Либо Там Повысить Свой уровень Тревожности То есть Для чего Для чего вы смотрите Ответьте себе Сами на вопрос То есть Я осознанно Например Не питаюсь Этой информацией Из СМИ Я осознанно Работаю над собой И получаю Все новые Новые Там допустим Профессиональные Результаты Вот и все Вот мое влияние На экономику Моей семьи Допустим То есть Я понимаю Как я могу Повлиять на свою семью Я просто делаю Действия Которые влияют На мою семью Но я не могу Повлиять на экономику Страны И я просто могу Посмотреть Со стороны На то Что происходит И сказать Что ну да Это происходит То есть Здесь Вы можете Смотреть Просто Насколько Вас эта информация Не минусует Ответьте Тоже себе честно Друзья Напишите Напишите В комментариях Насколько Информация Из СМИ Вас Минусует Насколько Вы можете Ее Фильтровать И сохранять Своё внутреннее Спокойствие Ну вот Я например Сейчас уже Спокойно Смотрю На все Что происходит Если вдруг Каким-то образом Там В ватсапе Или в инстаграме В ленте Соприкасаюсь С какой-то информацией О карантине Еще о чем-то Просто смотрю Осознанно Это уже Не вызывает Никаких Колыханий Видимо Иммунитет Появился Потому что На карантине Уже Находимся Почти Сколько Две недели Уже Иммунитет Появился К такой информации Скажите Насколько Эта информация На вас влияет На вас Негативно влияет Насколько Сильные Колыхания Вызывает Я к тому Что вы Пребываете В своем мире И имеете Свой уклад В жизни И в трансляции Ваши слова Вводят Людей В заблуждение Я пребываю В своем мире Ну Видимо Вас Ввели В заблуждение Лично Вас Во-первых Вы не отвечаете За всех Это первый момент А второй момент Жить В своем Мире Это Это Неплохо Я бы даже Так сказала Что это Хорошо И у меня Есть Свой уклад И это Тоже Хорошо Это у всех Так Людей И Каждый Имеет Право Брать Что-то Из Внешнего Пространства Или не Брать Вот Поэтому Я просто Не питаюсь Этим Негативом Я спокойно Смотрю На все То Что Происходит И Так как Я живу В Москве И У меня Огромное Количество Знакомых И Незнакомых Но все равно Людей С которыми Я общаюсь Они Каким-то Образом Получают Информацию О происходящем В стране То Я Очень много Всего Обо Многом Наслышано Но Я Просто Спокойно На это Смотрю Спокойно На это Реагирую Не Распространяю Эту Информацию Тем более На эфирах Не распространяю Не Напитываюсь Этой Паникой И Просто Разрешаю Этому Быть Потому что Я на это Не влияю То есть Как бы Это Вот об этом Не смотрю Новости Иногда Читаю Ну Супер Супер Вот Я смотрю Тут Большинство Не Не смотрят Новости Ну Как бы Да Здесь Каждый Уже Сам Пронимает Решение В какой Он Позиции Будет Фильтрую Информацию В СМИ Она Очень Сильно Сливает Энергию Информация В СМИ Да Очень Сильно Сливает Энергию И Она Еще Не Вся Достоверна По Сто Процентов Вам И Максимально Себя Наполняем Максимально Себя Наполняем Максимально Себя Питаем То есть Делаем Действия Которые Повышают Ваш Уровень Энергетики То есть Думаем Не о том Как Спасти Страну Или Экономику А думаем О том Как Наполнить Себя Как Наполнить Своих Близких Как Дать Близким По Максимуму Чтобы Они Себе Чувствовали Хорошо Например Ваши Детки И Прям Прям Спросите Себя Что Меня Наполняет Может Быть Меня Наполняет Когда Я Пою Танцую Когда Я Занимаюсь Фитнесом Когда Я В ванне Лежу Когда Я Вот Эту Книгу Читаю Когда Я Вышиваю Когда Я Осваиваю Новую Профессию Выберите Для Себя Что Вас Наполняет И Прям Себя Наполняйте Наполняйте Вот То есть Учитесь Себя Наполнять Учитесь Не Сливать Свою Энергию А Наоборот Получать Энергию Создавать Новые Источники Энергии Для Того Чтобы Были Всегда В Ресурсном Классном Состоянии И Тот Ваш Мир Который У вас Был Он Был Плотным Сильным Мощным И Никакая Информация Внешняя Не могла Ваш Мир Как-то Сильно Пошатнуть Конечно Мир Пошатнулся У всех Но Тем Не Менее Если Ваш Внутренний Мир Стабильный То Он Таким Стабильным По сути Должен Был Остаться Дорогие Мои Я вам Напоминаю Что Подарочек Я дарю Абсолютно Всем Нужно Быть Просто Подписанной На меня И На Марафон На Экспертов Марафона И Мне В директ Написать Слово Медитации И Моя помощница В ответ Вам Вышлет Мои Авторские Исцеляющие Медитации Которые Наполнят Вас Энергией Она Вам Пришлет Целых Две Мои Медитации Ну Что Дорогие Мои Давайте Будем Заканчивать Вопросов Больше От вас Я Не Вижу Значит Они Закончились Значит Я Ответила На Все Ваши Вопросы Буду Очень Рада Видеть Вас У себя В профиле У меня Очень Много Интересных Постов Так Как Я Не Только Психолог Но И Психосоматолог Я Работаю С Разными Заболеваниями Через Психику И С Женскими Заболеваниями В том Числе И С Женскими И С Детскими Заболеваниями И Вообще И Все 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 И По Глазам И По Слуху И Те Заболевания Которые Почему Называются Наследственными Мы Тоже С ними Работаем И Врожденные И Приобретенные В беременности И так Далее В общем Со всеми Со всеми Заболеваниями Мы Работаем Вот И Вы Можете Тоже В моем Блоге Получить Очень Много Полезных Полезной Информации Из моих Постов Потому Что Я Все Клиентские Случаи Описываю Можете Найти Для себя Там Какие Важные Важные Знания И Много Полезности В сторис Разных Клиентских Случаев Туда Я Тоже Выкладываю Спасибо Большое Спасибо За добрые Слова За комплименты Мне Очень Приятно Буду Рада Вас Видеть У себя В блоге Все Я С вами Прощаюсь Буду Рада Вам Отправить Ваши Подарочки Медитации И Кстати У меня По ссылке В шапке Моего Профиля Висит Чек-лист Стоп Страхом Он С огромной Скидкой Если Я Не Ошибаюсь 80 Или 90 Процентов Поэтому Если У вас Остались Какие То Страхи Вы Можете Приобрести Этот Чек-лист Он По-моему Совсем Дешевый 250 Или 290 Рублей Стоит И Там Целых 20 Психологических Техник Из Разных Направлений Психологии Самые Лучшие Техники Там Много Моих Авторских Техник Так Что Можете Воспользоваться Таким Вот Такой Большой Скидкой Ну Все Я Сохраняю Эфир Те Кто Только Подключились Пересмотрите Его Всем Пока Пока Жду Вас У Себя В Блоге Субтитры Субтитры Субтитры